Олимпийский чемпион Алексей Ягудин На новом льду Алексей Ягудин научил ребят чемпионской техники Дай бог, чтобы спорт развивался не только, как мы привыкли это видеть с экранов телевизоров типа Москва, Казань, Питер, еще какой-нибудь, Сочи А пускай этот спорт распространяется дальше и дальше На конкурс подали более 330 заявок со всей страны Хабаровская коробка набрала почти полторы тысячи голосов и попала в тройку лидеров Это самая восточная коробка, которую восстанавливала Невея Павел Якоб был автором победной заявки Даже я был когда маленьким, постоянно приходил на этот каток Катался здесь, играл в хоккей Со временем каток пришел в некодность, он устарел Поломались борта, ворота утащили куда-то Сейчас ворота стоят сертифицированные А борта сделаны из самого современного материала Выдержат удары даже взрослых людей Над площадкой мощные светодиодные фонари А лед, по словам производственной группы, получился идеальным Главная ценность в Невея – это забота Из заботы о наших потребителях Был разработан этот проект, чтобы они имели возможность Проводить больше времени всей семьи на катке Открытый каток ни на секунду не оставался без катающихся Кто-то сделал первые шаги на коньках Кто-то одержал первую хоккейную победу Конечно, он нужен Вот видите, мы же уже оделись Идем кататься, будем учиться Очень рады Городской турнир по кендо состоялся в Хабаровске Здесь кричат не просто так Рык или по-японски киай – своего рода показатель высокого боевого духа Все с одной целью – напугать противника Спортсмены выкрикивают название части тела, по которым наносятся удары Кендо появилось в Японии в 12 веке нашей эры Его использовали для подготовки самураев На Дальнем Востоке это боевое искусство появилось 20 лет назад В России кендо занимаются преимущественно любители японской философии и восточных единоборств Александр Судин работает в банке Кендо занимается 6 лет На этих соревнованиях между боями едва находят время на интервью Я с детства увлекаюсь восточными видами единоборств Все время я занимался тэквондо достаточно длительное время И потом был какой-то определенный перерыв И после этого перерыва я вот обратился в взор на кендо Как искусство, которое следует с тобой на протяжении всей твоей жизни Кендо – не прикладной вид спорта На улице вряд ли пригодится, но Кристина Возная находит в нем массу преимуществ Одно из которых – красота По мне, когда я делаю какой-то удар, и он мне нравится, он хороший Я получаю от этого удовольствие, что вот у меня получился наконец-то этот сложный удар И когда исполнение все правильно, четко, это действительно красиво смотрится И тебе нравится, и людям нравится Помимо красоты важны правила, от которых зависит результат поединка Нужно сделать это все с хорошим боевым духом Внешне он должен соответствовать боевому духу И при этом он должен технически правильно сделать все составляющие В основном это после удара хорошая пробежка должна быть Вечный вопрос, что в кендо главнее – физические данные или техника – до сих пор остается без ответа Чтобы получить восьмой дан – наивысший разряд в кендо – нужно и то, и другое Есть даже такая пословица – не бей рукой, бей ногой, да? Потом не бей ногой, бей бедром, а потом не бей бедром, бей сердцем Начинающие сначала включают физические данные, физическую силу А когда человек будет уже в довольно-таки преклонном возрасте, лет 60 Он не сможет так двигаться, как юноша, и будет работать с сердцем Во-первых, это реакция, физическая подготовка Как все говорят, что восточное единоборство воспитывает человека То есть когда ты проигрываешь, ты не расстраиваешься То есть проигрыш – это не случайность, выигрыш – это случайность Ты просто продолжаешь над собой работать Одна из особенностей кендо – форма В хабаровских магазинах ее не найти, заказывают в Китае, Корее или Японии В среднем полная экипировка обходится в 25 тысяч рублей Меч в этом спорте – расходный материал Меняют его примерно раз в месяц, стоит это полторы тысячи Кендо – один из мощников, который может связать город Хабаровск с Японией В качестве спортивных связей, которые могут развиваться в будущем Уже через полтора месяца 22 дальневосточных спортсмена поедут на сборы в Японию По программе молодежного обмена А краевые соревнования пройдут в середине марта Дальний Восток, в принципе, всегда был ведущим Наверное, это причина этого всего, что находится рядом Япония И сам Бог велел нам этот вид спорта развивать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok